Субтитры сделал DimaTorzok Я расскажу вам, что и в каком количестве не стоит употреблять, дабы не скопытиться. Цифры были рассчитаны на единоразовое употребление продукта, среднестатистическим мужчиной весом 80 килограмм. Да, и исключение, что кто-то когда-то все-таки выжил, не считается. Ну и пойдем мы от меньшего к большему. Все вы смотрели видео про продукты, в которых есть яд. Если не смотрели, то пи***йте тогда быстро смотреть. Вот оно сейчас вот вылезет. Ну а мы подождем. Да-да, будем ждать до тех пор, пока все не посмотрят. Чтоб потом не было вопросов, что я не видел, а про что там. А про то! Я какого хрена вообще делаю эти видео? Чтобы кто-то их смотрел. Кстати, кто смотрел, вы красавцы. Вам респекталось. А вот кто нет... Ммм... Одно дело, если вам не понравилось видео, и вы поставили диз или написали по этому поводу коммент. Но если вы просто пропустили это видео и не стали его смотреть вовсе, то вы просто... Аааа, все, да? Все, все посмотрели. Ну ладно, тогда продолжаем. Так вот, видео про продукты, в которых есть яд, я говорил про семена яблок. Что в них содержится цианид, и что достаточно всего 18 яблок, чтобы не выдать все планы, если вдруг вас поймал враг. Точнее, достаточно всех косточек с 18 яблок. Раздробить их, тщательно переживать и проглотить. Так вот, такая же участь ждет вас и с вишневыми косточками, которых всего-навсего нужно 3 штуки, поскольку в них также содержится цианид, только в больших количествах. Но 28-летний Мэтью Крем, увы, этого не знал. И, решив найти внутри косточки вишни-орех, измельчил ее и съел. А потом ему вкатило и съел еще 2. В итоге у него резко поднялась температура, и если бы он не вызвал вовремя скорую, то потом бы последовали спазмы желудка, головная боль, тошнота, рвота, остановка сердца, дыхательная недостаточность и смерть. Следующая по списку идет у нас вода. Источник жизни. Все же слышали, что ежедневно нужно выпивать 2 литра чистой воды, и типа это полезно. Но вот что не полезно, так это опустошить 20-литровую бутыль воды за раз. Хотя сделать это не всем удастся. Правда, 21-летний студент из Калифорнии смог в 2005 году, а в 2007 Дженнифер Стрэндж достаточно было и 7,5 литров. Вот. А девчуля всего лишь навсего хотела тем самым выиграть Нинтендо Ви. По сути, смерть происходит из-за водной интоксикации. Ваши почки тупо не успевают вывести из организма жидкость. Итог? Отек внутренних органов, мозга и остановка дыхания. То же самое и с алкоголем. Для здорового мужского организма смертельной дозой будет 21 шот, или 2,5 бутылки 40-градусного алкоголя. Но все это при условии, что этот здоровый мужской организм употребит сей блаженный напиток менее чем за час, и его не вырвет. Соль – это яд. Смертельная доза которой 250 граммов за раз. Ну или примерно 48 чайных ложек. Говорят, что если человек пересолил пищу, то он влюбился. Ну а если он высыпал себе прямо в рот 48 чайных ложек соли, то, скорее всего, он влюбленный глупый мазохист-самаубийца. Так как умирать от большого количества отеков, он будет очень долго. И очень мучительно. Следующий идет у нас шоколад. В шоколаде содержится большое количество вещества под названием тиабрамин, который является мощным стимулятором центральной нервной системы. Но вот съев около 85 плиток шоколада за раз, вы рискуете тупо им отравиться. Вначале вас будет тошнить, потом само собой вы обосретесь, потом начнутся эпилептические припадки, далее внутреннее кровотечение, инфаркт миокарда и присоединение к Элвису, Сталину и другим. Фух, нет, теперь я буду кофе пить без шоколада. Молодец, ведь чтобы сдохнуть от кофеина нужно примерно 113 стаканов кофе, хотя с другой стороны, таким образом человек погибнет скорее не от кофеина, а из-за интоксикации водой, так как 113 стаканов это почти 30 литров воды. Так что если вы не будете есть сухой кофе ложками, то отравиться до смерти им практически невозможно, ну если только не смешать его с газировкой и энергетиком. А как насчет бананчиков, в которых содержится калий и от передозировки которого можно умереть? Правда для этого нужно очень постараться. Сколько? Эээ, ну где-то 400 бананов за раз. Следующая цифра будет у нас 500. 500 чайных ложек сахара, так как фатальная доза сахарозы составляет 27 граммов на килограмм тела. Напоминаю, что все подсчеты у нас на 80 килограммовом мужике, так что получается, чтобы он скопытился, ему нужно 2,5 килограмма, что примерно 500 чайных ложек. Ну и витамин С, который есть в апельсине, тоже может вас убить. Правда для этого нужно будет съесть 11 тысяч штук этих оранжевых кругляшей. Ну или 809 витаминок. Короче, если вдруг на вас напал жор, особенно вечерний, то будьте аккуратней. Съешьте только норму и не больше. Ну и не забудьте почистить зубы. Хотя и тут тоже будьте аккуратны. Ведь если вы как-нибудь вдруг сожрете 30 тюбиков зубной пасты, то тоже откинетесь. Ну вот, теперь все. С вами был я, Сэмонелло от Академии Брокколи и спасибо за внимание. Ну что же, ребятушки, если вы не пошли тестить то, что сейчас узнали и все еще живые, то с вас лайкусики, подписывайся, комментариусы и репостяндры.